Девушки отдыхают Привет! Смотрите, что мне подарили! Ого! Ух ты! Какой красивый! Летит! Летит! И убегался я! А можно мы теперь поиграем? Ну, эээ... Мы умеем запускать змея! Не волнуйся! Только аккуратно! Это очень ценный подарок! Спасибо, Кузя! Ахахаха! Летит! Далеко не убегайте! Так высоко не запускайте! Вдруг там сильный ветер! Ой! Ну вот! Я так и знал! Прости, Кузя! Я нечаянно! Если бы он летел высоко, то он бы не зацепился! Зря я вам дал поиграть! Кажется, он застрял! Слушай! Эх! Пропал мой подарок! А во что это вы играете? Мы тоже хотим! Ам! 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 Я сейчас шлёпнусь быстрее! Осторожно! Сейчас порвётся! Ура! Получилось! Ура! 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 Какая штука! Дай потрогать! Нет! Вы его испачкаете, испортите и потеряете! Я буду играть один! Но одному играть скучно! Нет! Нам со змеем весело! У меня идея! Это что? Ваш змей? Он не полетит! А вот и посмотрим! Ура! 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 Летит! 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 Помой! Выше! Хе-хе! Ха! Погнали! Вперёд! Оп! Наш змей выше! Ура! Ай! 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 Оп! Ахахаха! 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 Высоко! Ахахаха! Летит! Летит! У меня идея! Побежали запускать змея с высокого холма! Ага! Ха-ха-ха! Ахахаха! Ай-я! Мила! Ура! Мила! Привет! Хочешь моего змея запустить? Ха-ха-ха! Ахахаха! Слышишь, как у них там весело? Простите меня! Я, наверное, его слишком резко дернула! Ерунда! Мы сейчас новый сделаем! Вон там растут подходящие лопухи! А хотите, берите мой! Еще чего! Один играй со своим змеем! Нет, ребята, так поступать нехорошо! Кузя наш друг! Давайте его возьмем играть с нами! Ведь вместе веселее! Давайте! Спасибо! Я больше никогда-никогда не буду жадничать! Сегодня мы узнали, что даже самый ценный подарок не заменит тебе радость общения с друзьями! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Орех! Ух ты! Что это? Не знаю! И не камень, и не мячик! Какая-то странная штука! Спорим, я ее достану! Ха-ха-ха! Слабак! Да я! Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе! Попсень, Попсень, а что это вы делаете? Вот, пытаемся выкатить эту штуку из ямки! Похоже на орех! Съедобный? Не знаю! Давайте выкатим и рассмотрим его! Поможете? Ага! Раз, два, толкаем! Давай, давай! Ну же! Кажется, он крепко застрял! Выкатывайся! Ого! Ну ты даешь! Давайте все вместе с разбегу! Раз, два, три! Ох, орешек! Вори его! Держи! Держи! Стой, орех! Орешек! Ловите его! Стой! Держи! Орешек! Ой-ой-ой! Ну вот, мы такой хороший орех нашли! А теперь из-за вас он утонет! Привет! А во что вы играете? Кажется, мы играем в игру «Спаси орех»! Точно! Давайте так! Мы с Луной будем толкать его из воды к берегу, а ты, Мила, нам поможешь! Ура! Здорово! А нам что делать? Да! А вы за нас болеете! Ага! Начали! Кажется, получается! Эй-эй-эй, Хоп! Взяли дружно! Раз-два! Подожмите! Молодцы! Ох, получилось! Ура-а-а-а-а-а-а! Получилось! Интересно, а какое оно внутри? Снаружи, как деревяшка на вкус! Ха-ха-ха! Ту-у-у! Ту-у-у! Вот где мой орех! Ой! А я-то думал, куда он укатился! А мы не знали, что это ваше! Ничего страшного! Это грецкий орех! Я как раз вез его вам из дальней рощи! Он очень вкусный! А-а-а! Вкусный? Очень! Прогрызем в нем дырку тогда! А-а-а-а-а-а! Хе-хе-хе! Подождите! Его надо сначала расколоть! Можно сделать это с помощью подручных средств! А-а-а! Можно кинуть на него большой камень! Или сильно стукнуть по нему палкой! Кидать камень мы не будем! А сделаем с его помощью рычаг! Помогайте! Орешек, давай! А-а-а-а! А-а-а! Вы молодцы! Угощайтесь! Вкусно как! Спасибо, Корней Кармевич! Спасибо! Спасибо! Сегодня мы узнали, что если действовать сообща, то можно справиться с любой задачей! Доброе утро, дедушка! Доброе! А что это такое? Это огонь, Луна! Он очень горячий! Никогда его не трогай! А-а-а! Не бойся! Это маленький огонь! Фу-у-у! Его легко потушить! А что делать, если я увижу большой огонь? Большой огонь? Это уже пожар! Нужно звать пожарных! Они тушат пожар водой И спасают от беды Тех, кто поступает храбро И помогает другим Называют героями Хотела бы я когда-нибудь встретить героя Привет! Привет! Пожар! Пожар! Помогите! Так, что вы сделали пожарные? О, точно! Они бы потушили пожар водой Ой, пожарные уже все потушили? Отлично полили! Даже на тебя вода попала! Ребята, это вы потушили пожар? Воду из ведерка? А-а-а! Мы просто ходили! Да вы же самые настоящие пожарные! Луна! Вы герои! Почему вы никогда не рассказывали? Да мы когда-то... Мне пора домой На завтра утром Я принесу вам большущую награду За ваше геройство Награду? А хорошо, что ты не успел ей сказать Что мы просто ходили поливать огород Ха-ха-ха-ха! А вот и награда для героев! Ого! Спасибо, Луна! Быть героем так приятно! Ага! Пупсень, Пупсень, просыпайтесь! А? Что? Герои, горим! Что же делать? Беги к ручью и набери воды Ага Хе-хе-хе! Ну, Луна дает Ой, как тяжело! А-а-а! Пупсень, Пупсень! Помогите! А? Кажется, она упала в воду А-а-а! Луна, держись! А-а-а! Луна! Ай! А-а-а! Опа! Держи! Ай! А-ай-ай-ай! А-а-а! Скорее, тушить пожар! Луна, я слышал, как ты кричала. Что случилось? Я упала в воду, а гусеницы меня спасли. А куда ты идёшь? Я помогаю гусеницам потушить пожар. Стой! Только взрослые могут быть пожарными. Луна, это не пожар. Это из-за вечернего солнца. Кажется, что трава горит. Не пожар? Нет. Вы не пожарные? Вы меня обманули! Прости, Луна, мы... Но раз вы не пожарные, значит, вы и не герои. Луна, гусеницы не пожарные, но они спасли тебя из ручья. А значит, они настоящие герои. Ого! Меня спасли настоящие герои! Сегодня мы узнали о том, кто такие герои. И увидели, как сбылось желание Луны. Она встретила не одного, а целых двух героев. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Большая! Большая! О! И здесь Большая! Лунтик, ты чего? На той полянке тоже было написано Большая. Было! Ну что, идём! И тут Большая! Хм! И впрямь! Странное дело! Кузя, давай посмотрим сверху. Вдруг увидим, кто это пишет. Ого! Это уже не случайность. Хотел бы я знать, что всё это означает. Может, Большая Радость? А вдруг Большая Опасность? Нет, Кузя. Я думаю, что это радость. А я уверен, что это опасность. Хе-хе! Лунтик, Клава. Да-да, ты у нас Клава. Ты очень милая. Я думаю, Кузя, надо найти того, у кого это Большая Радость, и его поздравить. Куя, Клава. Клава, некогда сейчас с тобой играть. Думаю, надо узнать, какая это Большая Опасность. И приготовиться. Давай попробуем догадаться по почерку, кто это написал. Клава, зачем ты это стёрла? Ничего, сейчас найдём другую надпись. Только надо вооружиться. Может, это Пчелёнок написал? Буквы очень большие. Ну-ка, я попробую такие написать. Фух. Нет, это не Пчелёнок писал. У него бы сил не хватило. И не мило. А может, это Дядя Шнюк? Или Корней Корнеевич. Или Тётя Мотя. Но знаешь, что я точно скажу? Это не рыба и не пиявка. Да. Молодец, Кузя. Новая палка нету. Старая палка надо. Как же нам узнать, кто? Это моё. Нет, моё. Вот кто пишет. Где опасность? Опасность. Мы вас поздравляем. Ай. Это мы вас поздравляем. Вы ку-ку совсем. Пойдём, Пупсень. У-у-у, как всё плохо-то. Хе-хе-хе. Моя палка. Моя палка. А-а-а. Опасность. Клава заболела. Нападает. Бежим. Подождите. А-а-а. 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 Спасите. Помогите. Да постойте. А-а-а. А-а-а. Моя палка. А-а-а. А-а-а. Кузя. А-а-а. Я пишу. Клава большая. Я же говорил, что речь про радость. Клава, мы тебя поздравляем. Да, и такое бывает Все настолько привыкли, что Клава большого роста, но еще очень маленькая Что даже и не заметили, как она подросла и научилась читать и писать Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Ты так здорово танцуешь Спасибо, Лунтик Значит, это и есть балет Да, наверное, очень сложно так танцевать Да нет, что ты, все бабочки так умеют Да, а может ты меня научишь? Нас с пчеленком И меня И я, я тоже хочу так прыгать, в пачке Хорошо, я еще никогда никого не учила, но... Танцевать я умею, а значит, и вас научу Ура! 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 Давай скорее, не хватало еще на первый урок опоздать Доброе утро, вы как раз вовремя А эти что тут делают? Не видишь? Будем учиться балету Все бабочки так танцуют Ага, мы решили заранее научиться Итак, приступим Смотрите на меня и повторяйте Встали в такую позицию Прыжок, поворот, ножку вытянули Прошли и встали Ой! Ты мне на ногу наступила! А ты вообще меня чуть не задавил Ага, тебя задавишь, как же У меня бы все получилось, если бы не вы Да ты вообще первый грохнулся Ребята, не ссорьтесь Как вы так все попадали? Надо было повторять прямо за мной Я же не падаю А мы и повторяли И вот что получилось Все из-за Кузи Что? А кто меня сзади толкнул? Никто не толкал! Сам упал! Подождите! Покажите, как вы двигались Чего ты меня толкаешь-то? Что? Стойте, стойте! Перестаньте! Вы должны танцевать так, как я вам показала Ээээ, а что там было-то? Ох, ну вот же, все очень просто Сперва прыжок, затем поворот Ножку вытянули, немного прошли Опять прыжок, поворот и встали Запомнили? Сперва прыжок, теперь поворот Ножку вытянули, пара шагов Прыжок, поворот и встали Да вы даже не стараетесь! Кто ж так прыгает? Кто ж так поворачивается? А ножку вытянуть? Она же ровная должна быть! А у вас? Я лично стараюсь! Я еще никогда так высоко не прыгал! Главное прыгнуть не высоко, а красиво! Изящно! Вот так! Пока не будете изящно двигаться, урок не закончу! И начали! Прыжок, поворот, ножка, походка, прыжок, поворот, встали! И опять прыжок, поворот, ножка, походка, прыжок, поворот, встали! Да что с вами такое? Разве я непонятно показываю? Разве вы не хотите научиться танцевать? Эти движения самые простые у нас! А вы, вы все дурачитесь! Вы это специально, чтобы меня обидеть! Конечно же нет! Прости, Элина! Но мы правда очень стараемся! Ой! Ага! Я вот уже в третью позицию могу встать! Но почти! Осторожнее, Элина! Кто тебя обидел? Это все они! Просили научить их танцевать! А сами даже не стараются! Я им показала самые простые движения! А они все делают кое-как! Все время падают! Ты знаешь, а ведь у меня тоже так не получится! Даже если буду целый день учиться! Почему? Это же так просто! Так это тебе просто! Ты ведь занимаешься балетом уже давно! А ребята начали только сегодня! Неужели ты думаешь, что они сразу будут танцевать? Тебе ведь тоже в начале было сложно! Да! Это было так давно, что я и забыла! А ведь правда! У меня тогда многое не получалось! А учительница все со мной занималась! Объясняла каждую мелочь! Вот видишь! И вот какой результат! А учить-то, оказывается, тоже непросто! Хорошо, что Элина вспомнила, как сама была ученицей! Теперь у нее и ребят все получится! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Первое задание! Лунтик, теперь твоя очередь бежать за мечом! Хорошо, Кузя! Здравствуйте, дядя Шнюк! Привет, Лунтик! Как красиво! Вот если бы я мог рисовать так же, как вы! Ну, для этого нужно очень хотеть научиться, много тренироваться! Дядя Шнюк, может вы поучите меня немного? Я очень хочу научиться! Пожалуйста! Если ты так хочешь, вот тебе первое задание! Нарисуй, скажем, этот мяч! Мяч? Проще простого! К завтрашнему дню я его нарисую! Приступим к рисованию! Привет! Рисуешь? Ага! Хочу научиться! Дядя Шнюк дал мне первое задание! Вечно рисовать! Понятно! Тебе, Мила, книжку передала, которую ты просил! Ну, пошли! Куда пошли? Как куда? На Большую Поляну, в футбол играть! Мы же вчера договаривались! Договаривались? А как же задание? Ну, ты можешь и потом нарисовать! Ладно! Немного поиграю и вернусь рисовать! Я совсем забыл про задание! Я домой! Мне надо задание выполнить! Как вкусно пахнет! Бабуля испекла мои любимые булочки! А как же задание? Ладно! Сейчас одну булочку съем и нарисую! Булочки такие вкусные! Кушай на здоровье! Сейчас по дороге домой встретил Шнюка! Он сказал, что ты рисованием увлекся! Ага! Ой! Шнюк зайдет сегодня вечером посмотреть, как ты выполнил первое задание! Надеюсь, ты его удивишь! Ой! Ой! На подоконнике слишком темно стало! Ой! Какие смешанные картинки! Войдите! Привет! Привет, Шнюк! Давай за стол! Может быть, сначала посмотрим, как Лунтик выполнил задание? Давайте! Я уверена, что он все сделал на отлично! Думаю, ты будешь гордиться таким учеником! Привет! Лунтик! Ну, показывай свой шедевр! А-а-а! 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 Спрятал за белым листиком, чтобы устроить нам сюрприз! Оп-ля! Э-э-э! Я ничего не нарисовал! А говорил, что нарисовать мяч проще простого! Я хотел! Я хотел! С самого утра! Но пришел Кузя, и мы пошли играть в футбол! Потом бабуля испекла пирожки, а потом я увлекся книжкой! В том-то все и дело! Если хочешь чему-то научиться, нельзя ни на что отвлекаться! А иначе ничего не выйдет! Дядя Шнюк, я все понял! Я теперь ни за что не буду отвлекаться! Шнюк остался доволен своим новым учеником, а Лунтик понял, что для того, чтобы чему-то научиться, нужно уделять этому много сил и внимания, и ни в коем случае не отвлекаться! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Вода пропала! Ну и хулиганы! Совести у вас нет! А что такое совесть? Совесть это... ну... это такой голос у тебя внутри, который не дает тебе совершать плохие поступки. Если ты сделал что-то плохое, и у тебя есть совесть, она тебе обязательно об этом скажет. Ого! Бедные гусеницы! Так вот почему они такие вредные! У них нет совести! Совесть! Не, ну ты видел, как Лунтика окатила? Ага! А у Корнея такое лицо было! Пупсень, Пупсень! Как здорово, что я вас догнал! Теперь у вас всё будет хорошо! Эээ, да нам вроде и так неплохо! Ещё как плохо! У вас же совести нет! Поэтому вы и хулиганите! Но я придумал, как вам помочь! Я буду вашей совестью! А-а-а! Ха-ха-ха-ха-ха! А-а-а-а! 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 Да! Если вы захотите сделать что-то плохое, я буду вас отговаривать! Очень ты нам нужен! Нет-нет-нет! Я вас не брошу! Вам обязательно нужна совесть! А-а-а-а! Вот ещё! Смотри-ка, Пупсень! Бабочка! Самое время её стряхнуть! Не надо этого делать! Это плохо! Бабочка ведь упадёт! Да она ж летать умеет! Всё равно ей будет неприятно! Она песенку не допоёт! Ну и что? Ай-ай! Хулиганы! Лунтик! И ты с ними заодно! Я не хулиган! Я их совесть! Слушай, ты! Совесть! Иди домой! Да! Ты нам только мешаешь! Я вас очень прошу! Не ломайте замок Милы! Она его так долго строила! Она долго строила? А мы быстро сломаем! Ха-ха-ха-ха! Не надо! Пожалуйста! Стойте! Слушай, ты нам всё удовольствие портишь! Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Что это у тебя? Нектар! Спасибочки! Это же мой! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Стойте! Сейчас же верните нектар! Я ваша совесть и я вам приказываю! Ой-ой-ой! Как страшно! Ну и что ты нам сделаешь? Как вы можете себя так вести? Вы же всех обижаете! Неужели вы не понимаете, что это плохо? А если бы с вами так поступали? Ой, ладно! Отстань! Надоел уже! Не отстану! Я хочу, чтобы у вас была совесть! И чтобы вы её слушали! Не нужна нам никакая совесть! Ай! 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 Подождите! Вы что, бросите меня здесь одного? Надеюсь, Шнюк не скоро его освободит! Ой! А вы что, за Лунтиком идёте? Почему за Лунтиком? Я рисовать иду! Далековато, но места там больно красивые! К вечеру вернусь! Значит, он Лунтика только вечером освободит! А! Ну и что? Зато нам целый день никто мешать не будет! Интересно! Как там Лунтик? Да! Ты тоже про него думаешь? У меня один Лунтик в голове! А вдруг у него солнечный удар будет? Плохая из меня совесть! Ничем я не смог помочь гусеницам! И как они бедные будут! Вы пришли меня освободить? А ты как думал? Мы не настолько бестолковые! То есть, бессовестные! Чтобы оставить тебя тут на весь день! А! Значит, у вас есть совесть? Как здорово! Конечно, есть! Мы просто редко ее слушаем! Я так рад! Побегу расскажу дяде Корнею! Фу! Словно гора с плеч! Все-таки хорошо, что мы за Лунтиком вернулись! Да! Сразу настроение поднялось! Ну что? Чем теперь займемся? Вот как Лунтик помог гусеницам найти свою совесть! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Компот! Лунтик! Ты дома? Я на кухне! Смотри, какие я приемы разучил! Оп! 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 Здорово у тебя получается! Идем! Скорее на площадку! Оп! Вот я попал! Земляничный компот! Земляничный компот! Лунтик! Мы все исправим! Ты умеешь варить компот? Нет! Надо найти кулинарную книгу! Сварим компот, баба Капа ничего и не заметит! Бабуля хранит ее здесь! Вот же! Для приготовления земляничного компота нужны земляника, сахар и вода! Ну что, за земляникой? Ага! Бежим, Лунтик! Только нужно успеть до прихода бабули и дедули! Лунтик, лови! Я первый добегу до того краня! Сейчас я тебя обгоню! Здорово, малышня! Здравствуйте! Во! А зачем вам столько ягод? Для компота! Компота?! Мы тоже хотим компота! Тогда помогите нам набрать ягод! Ну что ж, ради компота можно и поработать! Ага, точно! Лови! Кто так бросает? Бросай мне прямо в руки! Ха-ха-ха-ха! Опа! Ай! 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 А? За такое поведение вы не получите компота! Да ладно тебе! Мы больше не будем! Подумаешь, поиграли немного! Говорят же вам, мы больше не будем! Эй! Вы куда? Нам некогда баловаться! Нам нужно компот варить! Компот им варить! Думаю, что никакого компота они сегодня не сварят! А-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Хм-м-м-м! Ай! Вот, держи! И ещё! Пришли, Кузик! Эх! Вот и Ида! они идут скорее прячем кастрюльки о шкафчик давай туда пришли прячемся лунтик скорее неси кастрюлю сейчас странно куда исчезли все кастрюли ах лунтик только зато кастрюли нашли Вот. Пссс. Соль. Лунтик, кажется, я понял, в чём дело. Тише ты, хватит смеяться. Сам тише. Лунтик, как ты думаешь, долго они без еды продержатся? Ну, думаю, до утра просидят. Эй, вы чего? Откройте! Выпустите нас! Выпустите нас! Выпустите! Мы больше не будем! Лунтик, как ты думаешь, выпустим? Ну, если только они нам помогут компот сварить. Конечно, поможем. Только откройте дверь. Мы очень любим варить компот! Выпустите нас! Пожалуйста! Ой, ой, ой! Гусеницы и правда помогли сварить компот. И, на удивление, он получился очень вкусным. Бабуля, дедуля! Здравствуйте, ребята! Чем вы тут занимаетесь? А мы земляничный компот сварили. Хотите попробовать? Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Крыжовник! Шершуля, посмотри, не поспел ли крыжовник? Поспел, поспел. Пора варенье варить, капочка. Ура! Ура! Бабуля, а ты сегодня будешь варить варенье? Ну, сегодня уже вряд ли получится. Хотя, если вы успеете до вечера ягод набрать... Конечно, успеем! Мы мигом! Корзинку не забудьте! Ура! Крыжовник поспел! Чем быстрее насобираем ягод, тем быстрее Баба Капа варенье сварит. Слышал? Крыжовник поспел. И что делать будем? Надо прибежать к кусту первыми, тогда все ягоды достанутся нам. Как же мы их обгоним? А мы здесь... Хе-хе-хе-хе-хе! Криво прикрепил! Да ладно тебе! И так сойдет! Нам сюда! Есть! Повернули! Хе-хе-хе-хе-хе! Странно! Мне казалось дорожка к крыжовнику вправо, а не влево. Ты правильно посмотрел? Кажется, да. Давай вернемся и посмотрим еще раз. Вот это да! Я же говорил, что нужно направо идти! Неужели кто-то нарочно спутал указатели? Интересно, кто же это мог такое сделать? Смотри, Пупсень! Мы столько времени зря потеряли! Нужно как-то их задержать! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Нужно яму листьями прикрыть! Готово! Ага! Ой! Я, кажется, попал в яму! Сейчас, Кузя! Я тебе помогу! И кто только придумал выкопать ее здесь! Ну и кислятина! Фу! Есть невозможно! И все ты! Давай прибежим первыми! Все нам достанется! Кто? Я? Да ты первый на куст залез! Я же тебе поверил! Вот ты и виноват! Ты! Ты виноват! Нет, ты! Ты! Нет, ты! Это все они виноваты! Да, это они виноваты! Кто? Мы? В чем виноваты? Как это в чем? Мы столько трудились, чтобы вас задержать! Указатели меняли! Яму выкапывали! Так это значит, вы пытались нас с пути избить! И все зря! Конечно зря! Труд должен пользу, а не вред приносить! Ну, трудитесь, трудитесь! Посмотрим, как вы из этой кислятины варенье сварите! Посмотрим! Вот уж тогда посмеемся! Ха-ха-ха-ха! Ага! Фу! Ну и дела! Фу! Кислятина! Что же делать? Кузя! Я думаю, нужно все-таки собрать ягоды! Мы же обещали бабе с дедой! Они ждут нас с крыжовником! Какие вы молодцы! Столько крыжовника собрали! М-м-м! Ну вот! Теперь готово! М-м-м! Приятно пахнет! Объедение! Капочка! Ты просто волшебница! Спасибо, ребятки! М-м-м! Как вкусно пахнет! А ты говорил! Гадость! Кислятина! Не надо было признаваться! Теперь нам варенье не дадут! Откуда же я знал? Я просто так сказал! М-м-м! Может быть, попросим варенье и прощение? То есть, прощение и варенье! Простите нас! Мы не знали, что из кислых ягод получается вкусное варенье! Мы не виноваты! Мы больше не будем! Конечно, гусениц тут же простили! А варенье и впрямь было вкусным! Такие кислые ягоды и такое вкусное варенье! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! ПЕСОЧНЫЙ ЗАМОК ПЕСОЧНЫЙ ЗАМОК А еще Пчеленок обещал научить меня делать фигурки из песка! Здорово! Лучше Пчеленка этого никто не умеет! Да! Он поможет мне слепить принца и принцессу! Можно мы потом придем посмотреть на твои фигурки? Конечно! Приходите! ПЕСОЧНЫЙ ЗАМОК А вот и я! Привет! Ну что, пошли строить замок? А зачем куда-то идти? Мы же хотели строить замок на этой полянке! Конечно на этой! Только не здесь, а там! Там? Но здесь лучше, ближе к воде! А я хочу сделать вокруг нашего замка большой ров! Замок должен быть неприступным! Как же туда прискочет благородный принц, если замок будет неприступным? Пошли Пчеленок! Ни спорь раз не знаешь! Представляю! Какой у нас будет замок! Высокая, высокая башня с окошком, у которого сидит принцесса и ждет его! Своего принца! Вот! Замок будет здесь! Он будет круглый! Мила! Замок должен быть квадратный! Лунтик показывал мне книжку про рыцарей! У них были замки квадратные! Книжки, может быть, и квадратные! А я хочу круглый! Знаешь что, Мила? Строй сама свой замок, какой хочешь! А я пошел с Лунтиком и Кузей играть в мяч! Ну иди! Я без тебя даже лучше построю! Хм! А как же фигурки? Принц и принцесса! Я же не смогу их сделать без Пчеленка! Ладно, Пчеленок, возвращайся! Пусть будет квадратный замок! Пчеленок, посмотри! Правильно я сделала? Правильно! Ты молодец! Быстро научилась! И замок почти готов! Осталось только воды принести, чтобы залить ров! Тогда иди за водой! А я пока в этом замке кое-что исправлю! Исправишь? Иди, Пчеленок! Ты и так долго замок строил! Дай теперь мне тоже чуть-чуть построить! А-а-а! Не трогай! Нет! А-а-а! 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 Вот так! Ой! Нет, вот так! но ах так а а а ребята что случилось она наш замок сломала да сломала то что ты строил совсем не похоже на настоящий замок а какой должен быть настоящий замок неприступный чтобы в нем можно было защищаться от врагов не правда настоящие замки красивые с цветочками и на них никто не нападает еще как нападают я сам читал вы все сговорились ребята не ссорьтесь замки бывают разные кажется я знаю что делать из любой трудной ситуации всегда можно найти выход теперь благодаря лунтику милый пчеленок перестали ссориться однажды на луне родился необычный малыш я родился и случилось так что он попал на землю где нашел много новых друзей привет а вот что произошло дальше мы с вами сейчас и узнаем раздражение а вы чего тут мяч набиваете сейчас я вам покажу как надо раз два три раз два три четыре да что ж такое раз два ну все сейчас точно пять набью раз два три четыре ау да что ж такое кто это тут все разбросал и ау здравствуйте ребятки куда направляетесь здравствуйте дядя корней здравствуйте мы с кузей идем на площадку будем в мяч играть а я вот решил сегодня землю взрыхлить пол дня с аппаратом возился а оказалось одна гаечка потерялась вот наконец то ее нашел мы наверное вам мешаем пошли лунтик а если б не корней я бы вам такой класс показал не мог собирать свой аппарат в другом месте что ты вупсень все время злишься посмотри на дядю корнея у него вон аппарат сломался и то ничего такой же спокойный как всегда никогда не видел чтобы дядя корней злился махал руками или кричал на кого нибудь он наверное вообще злиться не умеет подумаешь спорим я быстро выведу его из себя мне и пары секунд хватит я не хочу в это играть я тоже стой пупсень нам в другую сторону и а Похоже, камнями его не проймешь. Может, тогда больше не будем? Ладно, попробуем другое. КОНЕЦ Эй, дядя Корней! Вы как там? Я-то в порядке. А вот аппарат, жалко, наверное, совсем сломался. А вы полдня его собирали, и всё зря. И землю вы сегодня уже не сможете взрыхлять. Ужасно, да? Вам разве не хочется позлиться, выпустить пар? А чего злиться-то? Неприятные вещи часто происходят, и никуда от них не деться. Зачем же я буду тратить время на раздражение? Я лучше вместо этого сам буду землю рыхлить. Вы что, не можете хотя бы чуть-чуть позлиться, покричать? Мы полдня на это потратили! Да! И камни подкладывали, и травой забивали, и гайки откручивали, и всё зря! Так это всё из-за вас? Вы хотели меня разозлить! Почему вы смеётесь? Вы разве не злитесь на нас? А вам нравится раздражать других? Неужели вам доставляет удовольствие, когда вы злитесь, или кто-то злится на вас? Ну, вот видите. Лучше заняться чем-нибудь действительно интересным. Вупсень, Вупсень, а где вы были? А! Дядю Корнея пытались вывести из себя! Ничего не получилось. Полдня потратили впустую. Тогда почему вы такие спокойные? Не злитесь, не кричите, не машете руками. А! Зачем мы будем тратить время на раздражение? Лучше займёмся чем-нибудь действительно интересным. Да. Лучше потренируемся мячи набивать. И правда, играть намного интереснее, чем злиться и тратить силы на раздражение. Редактор субтитров А.Семкин